Семейный экспресс Сегодня мы начинаем первый сезон интеллектуальных игр Семейный экспресс Вашему вниманию первая отборочная игра Давайте познакомимся с первой командой Семейного экспресс Это семья Ильяса Аутова Встречаем главу семьи, музыканта, лидера группы Мотороллер Итак, аплодисменты Ильяса Аутова Здравствуйте, Ильяс! Очень рад сегодня видеть вас Взаимно, Рома Давайте познакомимся с вашей семьей Кто с вами пришел? Это моя супруга Татьяна Аплодисменты! Это мой сын Аким Звучит заманчиво, сын Аким, это хорошо И это моя дочь Карина С вами мы уже познакомились И давайте же узнаем, кто вам составит здоровую интеллектуальную конкуренцию Это семья очень популярной радиоведущей Очаровательной и неповторимой Дианы Снегиной Я понимаю, все взорвались в овациях Но капитан команды, глава семьи Сергей выходит первым за эту трибуну Сергей, прошу С кем вы сегодня пришли? Ну я понимаю, что Диана Снегина обязательно должна быть Кто еще? Первым хочу представить своего брата Известного телерадиоведущего Романа Линден Прошу Роман, это уже хорошо? Угу Отлично На подспорье у него и у меня Мой средний сын Богдан 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 То есть, если есть средний, есть старший И младший ребенок, да? Старший сын? Старший Илья, ему уже 10 А младший? Сестренка Илюшкина Таисия, моя дочь То есть семья у вас большая Но кого-то не хватает за этим столом Я даже знаю, кого Приглашайте Самый главный человек в нашей семье Звезда эфира Казахстанского Яна Снегина А я жена Лично аплодирую, Дианочка Сколько лет знакомы Но чтобы понять, какая команда будет первая Какая команда будет второй Надо провести жеребьевку У меня вот здесь есть Две цифры Все очень просто Какая команда выберет Цифру один Те начинают первыми Какая цифру два Те начинают вторыми Капитаны Прошу подойти к столу жеребьевки Во-первых, пожмите друг другу руки Во-вторых, улыбните друг другу Вы теперь улыбните этой командой Команда в ответ Отлично Вы вот этой командой Команда в ответ Семейное шоу Поэтому Давайте вот Кручу-дручу, забудусь хочу Где что, пока не знаю Сам, честно говоря, редко выбираю Итак Команда один Команда один Команда Дианы Свегиной Команда два Команда Ильяса Аутова И я думаю Самое важное сейчас Пожелать вам удачи Легких вопросов не будет Команды готовы А теперь Самое главное Победитель первого сезона Игр Семейный экспресс Получит от нашего партнера Компания Тревел Систем Главный приз Это путешествие В Объединенные Арабские Эмираты Для всей семьи Тревел Систем Гордится своей миссией Это воплощение в путешествиях Лучших возможностей отдыха Развития личности Познания исторических И культурных ценностей Разных стран Тревел Систем Партнер вашего отдыха Добавить, собственно, нечего Дать поаплодируем Людям, которые сегодня Нам дают возможность Если вы, конечно, выиграете Всей семьей отправиться В Арабские Эмираты И перед первым раундом Вам нужно выбрать страну Внимание На экраны Вы выбрали Нидерланды Это прекрасный Хороший выбор Интересная страна Интересные традиции Видимо, вы все про нее знаете Да, про эту страну Все-все, да? Давайте проверим Пять вопросов Пять ответов Правильный ответ Приносит плюс один балл Неправильный ответ Ничего не приносит Команда Готова Сразу, почему у вас все в черепашке? Потому что мы Lucky Turtle Это удачливая черепашка Ну что ж Пусть черепашка Вам поможет Итак, первый вопрос Кто является главой государства В Нидерландах? Амстердам Амстердам Королева Ну что ли Королева, король Действительно Может быть это так? Следующий вопрос Что в переводе Обозначает Нидерланды? Нижние земли Нижние земли Совершенно правильный ответ Следующий вопрос Столица Нидерландов? Амстердам Ага, то есть Вы немножко опередили события, да? Амстердам Идем дальше В каком городе находится Королевская резиденция? Амстердам Гага Минус за дебал И последний вопрос Какой цветок является Символом Нидерландов? Тюльпан Тюльпан Блестяще прошли Первый раунд У вас 4 правильных ответа И у вас 4 Очка в арсенале Давайте поаплодируем Этой команде Ильяс? Да Все начинается с выбора страны Вы это помните? Ну конечно я помню это На этих экранах Будет появляться много-много В своих разных стран Ваше дело Вовремя нажать кнопку Ну нажимать будет Карина Кариночка Вы счастливая Самая удачливая в этой семье Правильно? Ну я надеюсь на это Я в этом уверен просто Если вы такие высоты добились Представляю Казахстан Ну просто Я в восторге Больше ничего не могу сказать Готовы? Время пошло Имя Абая Данное ему при рождении Ибрагим Правильный ответ Второй вопрос Ахмед Жубанов и Элатив Хамеди Написали эту оперу Сейчас Казжибет Казжибет Неправильно Абай Следующий вопрос Бразаическая поэма Абая Состоящая из 45 Кратких притч Нажимать надо? Отвечайте Слово назидание Либо Каракос Естественно Идем дальше Родственник Абая Известный казахский поэт Поэт именно Совершенно верно Отлично И последний вопрос Автор картины Молодой Абай Я всей семьей Возможно Это был костей Невозможно Точно Аплодисменты Второй Раунд В втором раунде Будет предложен вопрос И два варианта ответа Если выбираете Правильный вариант Вы получаете 10 баллов Если выбираете Неправильный вариант Спасибо, что были с нами Итак, второй Раунд Но сначала По традиции Что? Выбираем Вторую Совершенно верно Великобритания По-моему Хорошо По-моему Хорошо Итак, внимание У вас будет ровно минута На то, чтобы Вы нам дали Правильный ответ Вопрос Следующий Готовы? Готовы Как будет по-английски Вы готовы? Are you ready? I'm ready Ну все, вы почти выиграли Это не был вопрос Поверьте мне Вопрос звучит так Английская писательница Джейн Остин Работала в этом направлении В литературе Внимание Варианты ответов Либо это Кубизм Либо это Реализм Короче, да Живопис Нет Живопис 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 А в литературе Реализм Разве У нас готов ответ Готов ответ Точно Напоминаю вопрос Английская писательница Джейн Остин Работала в этом направлении В литературе Было два варианта Ответа Либо это Кубизм Либо это Реализм Вы выбираете ответ Мы посовещались И решили, что это Реализм И я не могу Вам Не зачесть Правильный ответ Реализм Совершенно верно Поаплодируем Реализм Леди номер один В плане литературы Великобритании Теперь Ваш Ход Но для начала скажу Вы получаете еще 10 Баллов Друзья мои 10 баллов У вас есть такая же возможность Но для начала надо выбрать страну Давай, Каринка Нажимай Кто нажимал? Карина Карина, у вас там друзья Мы по Средней Азии Сейчас пойдем Спасибо Что-то как-то да У вас Итак, ваш вопрос звучит так Внимание Слушай Какой город До 1930 года Был столицей Узбекской СССР СССР Два варианта ответа До 30 Либо это Бухара Либо это Самарканд Ну уж точно не Дашкент То есть вы не берете минуту Досрочный ответ Итак Напоминаю До 1930 года Какой город Являлся столицей Узбекской ССР Два варианта ответа Либо Бухара Либо Самарканд Ваш ответ Ну насколько я помню В Бухаре долгое время Еще после революции Сохранялся прежний режим Это был по-моему Оплот Ну как-то называли Басмачизма Поэтому Кажется Самарканд Как ты из-за угла Подошел к ответу Да? Так как в Бухаре Было все хорошо Поэтому Самарканд И вы правы совершенно Самарканд Я поздравляю Копилки каждого Претендента По 10 баллов А у вас все Сэкономлено Минутарь Ильяс Один вопрос Да Как это я делал Семья вообще Никак не возмущалась Дын-дын И все на меня смотрят У нас так задумано Так и было задумано Но все же слушаются Главу семьи правильно Если он говорит Главу как Главу как Всяко бывает И присел И присел И присел Нет, у меня же Он же натянул Молодец Продолжаем нашу Семейную игру Семейный экспресс А у нас третий Раунд Но прежде всего Начать По традиции Выбираем Страну И первым Выбирают Страну Команда Дианы Снегиной Прошу Вам повезло Итак, внимание Вопрос Для вас Как называется Одежда Жениха Который Отправляется За невестой Три варианта Ответа Саокиле Кигизу Второй вариант Капказ Алар И третий вариант Киэо Киэми Я думаю Первый вариант Давайте Поаплодируем Поаплодируем Роману Роман Дал возможность Выйти вперед Вашей команде Потому что Это был Неправильный ответ А правильный ответ Киэо Киэми Одежда Одежда Шапка Потому что Человек Который идет За невестой Должен был Выглядеть Настолько празднично Чтоб все девушки Все женщины В округе Понимали Идет он За ней Ну я думаю Теперь вы это знаете Вам аплодисменты И мы переходим к вам Вы знаете Мне нравится Как легко двигаются Команды Главное Вовремя Успеть нажать Не опоздайте Поверьте Если даже Вы не нажали Кнопку за минуту Я дам вам Возможность ответить А теперь Вопрос к вам Какую страну Вы выбираете Давайте Возьмите Возьмите Почти Почти угадал Что-то вы как-то Вышли за пределы Средней Азии Киргизия Хотели бы вы А бы выбрали Францию Итак Франция И у меня сразу вопрос Были ли вы в Франции Нет не были Хотите съездить Очень хотим Давайте хотеть Вместе Давайте Поедем Договорились И вопрос Район Манмартра Одно из самых Излюбленных Туристами мест Я имею ввиду Париж А что такое Манмартр Варианты ответа Театр Второй вариант Холм или гора Третий вариант Набережная Итак Театр Холм Набережная Время пошло А я вам честно скажу Манмартра Присоединили К Парижу Не так давно В начале 19 века Он был просто Отдельным Манмартр А потом он стал Восемнадцатом регионом Парижа И там Находится Один очень известный Базилик Не буду говорить Какой Потому что Это даст возможность Ответить Этой команде У нас есть ответ Отвечать У вас все-таки есть Вторую минуту не берете А можно У вас есть минута Сэкономленная Провокатор Нет Не берем Уважаемый Аким Можешь рассказать Я осмелюсь предположить Что Манмарта Означает Холм Холм Или Гора Совершенно верно Самая высокая Точка Парижа Давайте поаплодируем Команде Вы были просто Великолепны Легко и красиво Ответили на этот вопрос И в данный момент Я Констатирую факт Что вы Заработали Ноль А вы заработали Двадцать Так мы едем в Париж Или нет Рома Ты же обещал Покупайте билеты Ильяс Я присоединюсь А у нас Четвертый Раунд Выбирайте страну Уважаемые Внимание на экран Австралия Один вопрос Четыре варианта Ответа Правильный ответ И у вас в арсенале Тридцать Баллов Неправильный ответ Большое спасибо Тоже вариант Итак, друзья мои Вопрос звучит следующим образом Какой город является Столицей Австралии И четыре Ответа Сидней Канберра Мельбурн Аделаида Минуту экономить сразу Итак Я считаю Я считаю, что это город Канберра Вы меня покорили Так уверенно Ответить И при том правильно Это дорогого стоит У вас в арсенале Тридцать в плюсе Действительно Я всегда думал, что Сидней Но когда слетал в Сидней Понял Нет Все-таки это Канберра Теперь переходим к вам Выбирайте страну Далеко вас занесло В страну, где все есть Ну, в всяком случае Так раньше считали В Греции все есть Какие ваши любимые места Греции? Олимп, конечно Мы очень любим гулять по нему Ильяс привык быть на вершине Событий на сцене Смотреть на всех сверху Я правильно понимаю? Ты правильно понимаешь Олимп Но вопрос не про это Вопрос, который вы должны Осознать И дать правильный ответ Будет четыре варианта Вам надо выбрать Единственно верные Итак Греция Для команды Ильяса Аутова Это Проще паре на репе Итак Афинский драматург и трагик Автор трагедии Антигона Кто это? Варианты ответа Анасис Софокл Аполлон И либо Аристофан Я-то знаю правильный ответ Знает ли команда? Досрочный ответ Досрочный? То есть вы хотите две минуты сэкономить? Что вы потом будете делать с этим временем? Я люблю экономить У меня большая семья Поэтому мне приходится экономить А время-то зачем? Не экономьте время на семье Нет Время-деньги Правильно говорит Татьяна Время-деньги Вопрос звучал так Афинский драматург и трагик Автор трагедии Антигона Были варианты ответа Анасис Анасис Птицы Птицы Ведь есть такая Обратите внимание На его выражение лица Я думал поставил в тупик Нет Действительно есть такая И вы правильно дали ответ Тот человек Который мы говорили Человек Который является Афинским драматургом И трагиком Автор Трагедии Антигона Это Сафокл И вы получаете Не только минуту В арсенал Но и 30 баллов Уважаемые команды Уважаемые семьи Блестяще прошли Четвертый раунд Но в пятом раунде Придется Поломать все семейные ценности Останется за столом Один из вас Капитан Потому что это Капитанский конкурс Я прошу команды Отойти На Три шага назад На три больших Папитых шага Назад Не подсказывать Не подмигивать И даже не глядеть Его сторону Желательно Потому что вопрос Будет один на двоих Вы ответы пишите На бумажке Которые у вас Сейчас предложены Маркерами На листочках И После того Как Ответы Домы Вы их приносите Мне на стол Договорились? Договорились Но тут есть еще одна Сложность Уважаемые господа Страну выбираю Я сам Ох как Во как Неожиданно Я прошу Запустить Страновед В это время Вы можете Сходить на кухню Попить чай Но Ненадолго Потому что Стоп Индия Друзья мои Вам досталась Индия Что вы знаете Про Индию В целом Карин Карин А хорошо Йоги 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 Радж Капур Индира Ганди Это вы сейчас со мной По индийски говорите? Это я вам сейчас А сейчас Внимание Вопрос Который вам Следует Осознать И дать правильный ответ На кону Ни много Ни мало 50 баллов Итак вопрос В Алматы В 2003 году Был установлен Памятник Этому Иноземцу С великой Душой Время пошло Кто это? Естественно Индийцы Правильно? Ну раз вопрос Индия Можете Или говорить про итальянцы Скорость ответа учитывается? Сложность ответа? Скорость ответа Скорость вообще не учитывается Оба написали Оба принесли мне Я вам скажу больше Вот казалось бы Два похожих человека Взрослые люди А какие разные Почерки у каждого Но ответ вы дали Оба правильные Махатма Ганди Человек с великой душой И мы выходим На финишную прямую Каждая команда Получит свой собственный вопрос Даст Свой собственный ответ И для этого Опять же надо выбрать Что? Страну Прошу на экран Беларусь Итак вопрос Перед вами Перед нами всеми В данный момент Автопортрет художника Которого с уверенностью Можно назвать И белорусам И российским художникам И французским художникам Кто это? Кто этот человек? Человек очень известный Потому что Поверьте мне Обсуждайте время пошло Человек реально очень известный Его картины выставлены Почти во всех Музеях мира Долгое время Он был забыт А потом его картины стали Просто вершиной творчества Он идет в одном ряду Вместе с Мане Где-то даже рядышком С людьми Не помню этого жанра Это не знаю Внимательно смотрим на этого человека По вашему мнению Это? Марк Шагал Как? Марк Шагал Это ребенок ответил? Вообще кто это придумал? Кто это придумал? Существующий Вы сами думаете Что вы говорите? Марк Шагал был кто? Художник Художник какого направления? У него бы все картины Из непонятого Совершенно верно Но это же автопортрет И вы совершенно правы Марк Шагал Я прошу поаплодировать И мы обращаемся к вам Выбираем страну Как неожиданно Итак, Казахстан Внимание На экране сейчас появится Картинка Это фотоконкурс Итак Я думаю Кому этот памятник Уже понятно Да? Прочитать все могут Итак Этот памятник Абаю Выполнен из бронзы Представляет собой статую Сидящего поэта Которая установлена На каменном постаменте Это мы все видим Украшен национальными узорами И надписью Надпись, которую мы не видим Я вам скажу, что она есть Вечен творец Бессмертного слова Какие красивые слова Затворили этот шедевр Два человека Это скульптор Марат Айнеков И архитектор Тимур Судейменов Но вопрос будет в другом Готовы? Внимание Где Установлен Этот монумент Подсказок не будет Время пошло На открытии этого монумента Присутствовали Наш президент И присутствовал Владимир Владимирович Путин Это вы сейчас нажали Это мы сейчас нажали Да Отвечать будет Кто-то пришел Входите А семейное шоу Что делать Архитектор видимо пришел Архитектор и скульптор Да Вы Так скажем Переняли традиции Отвечается вам младший Конечно То есть если что Маленькая девочка Что возьмешь Да Прошу золотая Итак вопрос Где установлен Вот этот самый Монумент Абая Куланбаева Он установлен В Москве На чистых прудах Давайте поаплодируем Правильный ответ Вынужден сказать Что вы также получаете 60 баллов Давайте поаплодируем Друг другу Вы с блеском Прошли эту игру Обе команды Обе семьи Были просто на высоте Но цифры говорят Сами За себя Итак Сегодня Была близка К победе Но буквально Уступила в 20 баллов Команда Дианы Сенегиной И набрали 154 балла И вес Вы понимаете Коль еще стал В 20 очков Разницы Значит у вас 174 балла Поверьте мне В одно четвертое Будут вопросы сложнее А соперники сильнее И сразу скажу Это не значит Что вы покидаете Нашу игру По итогам Пяти игр Мы Выберем тех Кто будет участвовать В четвертьфинале Поэтому Надеюсь с вами Встретиться Еще раз В этой студии За этими столами На этой игре Семейный экспресс А теперь Пассажирам Сегодняшнего Семейного экспресса Наши партнеры Дарят Памятные призы Это конечно же Компания Тревел Систем Вещи которые Необходимы в пути Диночка красавец Спасибо большое Что вынес нам Эти Очень нужные предметы Ну и вас тоже Мы не оставили Без внимания Вам подарки Дарит наш Партнер Я бы так сказал Интеллектуальный партнер Книжный город Дарит вам Книги Потому что Лучший подарок Это книги Мы все это знаем И чтобы вы были Еще умнее И более Вестом Осмотрелись В следующем Соревновании Книги От книжного города Прошу Спасибо Книжный город Замык рук В котором представлено Более 80 тысяч Наменований книг Большое внимание Книжный город Уделяет детской литературе И развивающим играм Для детей в том числе Гордостью магазина Является отдел Подарочных И эксклюзивных изданий Уникальность магазина Сосоид в том Что этот магазин Есть практически В каждом городе Нашей страны Уникальность книг Обученных Ограниченным тиражом Также есть В отделе Эксклюзивных книг В книжном городе Вы также найдете Аудиокниги Пазлы Открытки Загадки Периодические И картографические Издания А также сувениры Книжный город Что можно еще Добавить Как гласит Старая добрая Народная мудрость Добрая семья Прибавит разума Мы напоминаем Вы можете путешествовать Вместе с Семейным экспрессом Новым интеллектуальным Шоу Каналом Мы продолжаем изучать Страны И города Всего мира Встретимся через неделю Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова